А наоборот, две удачные попытки ему, Антону, могут принести победу на чемпионате мира. Но таков уж, повторяю, культ командного зачёта в России. Что за команду они все готовы умереть. За команду и только за неё. А за себя уже, любимого по остаточному принципу. Итак, сборная КНР, сборная США и сборная России. И список, в общем-то, тот же, что и после квалификации, да и последовательность почти та же. Только американки с китаянками поменялись местами. Но очень многое меняется в головах, честно говоря, всех тех, кто за гимнастикой наблюдает. Потому что так ведь потихонечку стали уже, как это принято выражаться, списывать российскую гимнастику со счетов в мире. Уже читаешь буклетик, выпущенный к чемпионату мира, и видишь там фразу о том, что, ну, конечно, фавориты этого турнира, как и всегда, сборная США, Китая, Румыния. Да, не стоит забывать и о русских, и об итальянцах, но уже, видите, вот в таком втором слое наши оказались. Просто, просто по результатам соревнований последних лет. И поэтому именно командный успех, безусловно, возвращающий нас в первый слой, очень важен. Вот и посмотрим, учили ли эти барышни слова российского гимна. На недавнем чемпионате мира по художественной гимнастике, прошедшем в Москве, мы видели, что от гимнасток той сборной... Что все гимнастки той сборной гимн выучили наизусть. Не то, чтобы я был яростным, так сказать, родителем за то, чтобы они этот гимн пели. Просто любопытно. Бруно Гранди, конечно же, лично вручает эти золотые медали. А он ведь не всегда даже на мировых чемпионатах выходит на награждение. При том, что 14 комплектов наград здесь разыгрывается. Сеньор Гранди лично вручает 2-3 на собственное усмотрение. Он отдает должное тому, что произошло. Вешая эти самые золотые медали, на шее Екатерины Курбатовой. Теперь уж, что называется, слева направо Алиемустафиной, Татьяны Набиевой, Анны Дементьевой, Ксении Афанасьевой и Ксении Семеновой. В какой-то странной тишине проходят церемонии награждения. Обычно, знаете, какой-нибудь фоном эдакую музычку включают. То ли пресловутый World of Champions, то ли еще что-нибудь. А здесь торжественность Мига в полной мере. Ну вот, собственно, на этом, пожалуй... Спасибо.